несовершеннолетняя мать она же перед лицом закона сама еще дитя она сейчас возьмет его вообще куда-нибудь подбросит этого ребенка у нее сил нет просто уже папы с горизонта исчезают как чудное мгновение или нет вот сама забеременела девочки 16 лет вот сама и решай маме боюсь сказать папе еще больше боюсь сказать нет контакта у родителей с детьми психологической беременна в 16 к сожалению это не только название телевизионного проекта ситуация когда ребенок сам ожидает появление на свет собственного ребенка в такой ситуации оказывается немало юных жительниц россии но подростковая беременность это самый главный пожалуй родительский страх об этом будем говорить сегодня в эфире программа интервью об этом а также о проекте наставничество который призван поддержать несовершеннолетних мам нашей студии руководитель проекта юлия фатхолина юлия здравствуйте вот еще лет 20-30 назад несовершеннолетние мамы они конечно были это явление было всегда но их было мало и вот мне кажется что если бы вы начали свой проект реализовывать 20-30 лет назад то вы бы не нашли даже скорее всего участниц для этого проекта а сейчас что получается проблема настолько острая настолько глобальная что даже какой-то проект специально для этого создан на самом деле вы правы в том что такие молодые девушки были всегда и даже были большие исследования это как раз 90-е годы конец 90-х и это в основном студентки которые приезжали из поселков из деревень в город какие-то здесь завязывались отношения это студентки сузов вузов там и и так складывалось и тогда была определенная тоже динамика по таким девушкам но началась очень большая программа вот в конце 90-х она такая носила пропагандистский характер когда доносили знания до детей и за эти годы очень сильно сократилось количество таких вот несовершеннолетних беременных девушек а сейчас сейчас опять возникает новый бум то есть в школах запрещено на такие темы разговаривать детям просвещать вопросы ну там предохранение либо еще что-то об этом нет и это породило сейчас новую волну действительно слушайте ну вот мне кажется что наши детки сейчас вопросах такого характера не гораздо более осведомленные у них есть интернет ну фактически там бесконтрольный под рукой но почему тогда проблема то это вот все равно как вы говорите обостряется информации куча вот именно что ее куча из разных источников мы сейчас провели фокус-группу с мамами с женщинами это женщины там 35-45 лет у которых дочкам там допустим 12-16 лет они все до пунцового раза но боятся и стесняются с дочками поговорить на эти темы и девочки действительно там из интернета соответственно способы предохранения они тоже находят абсолютно иногда но абсурдные и что там с первого раза ничего не будет там или еще что ты такого очень много потому что нет этой культуры иногда мама разговаривает со своими дочками и мы проводили обучение для детей не с нами мама не говорят об этом то есть мы говорим даже просто благополучных семьях нибудь мамы с нами об этом не говорят как хорошо что есть вот ваша программа где так подробно и без доли стеснения мама наверно тоже на интернет свалили эту задачу но как бы она сама почитает но и нижечку и год я книжечку подам так но 12 лет не может быть можно и не книжечку в 12 лет можно и объяснить без безумных подробностей как она поймет и в каком ключ они с подругами все это обсудит и какой вывод она из этого тоже сделает вот принято считать что как правило там в 14 16 лет в ситуации беременности оказывается девочки там и социально неблагополучных семей которые имеют там массу вредных привычек ведут такой а социальный образ жизни ну а папаши соответственно как только узнают о том что они папашами станут исчезают вот статистика вашего проекта она подтверждает это такое наблюдение или нет я бы могла сказать здесь не о неблагополучии на о том что нет контакта у родителей с детьми нет психологического да то есть такое чтобы действительно выстроились вот эти доверительные отношения у мамы с дочкой даже ей там 14 или еще что-то лет а так но вот даже те девочки кто у нас сейчас в проекте среднестатистические семьи финансово среднестатистические нет там ни у кого злоупотребление у родителей сильных но одна когда там забеременела мама сказала вот сама забеременела девочки 16 лет вот сама и решай все и выгнала хорошо прямо вот очень хорошо с родители не в некотором смысле даже не понимает что это их ответственность беременная дочка это это 50 процентов вины мамы до из понимать и здесь вот об этом больше то но так если ты сама породила она у тебя таким образом где-то в таких отношений и ты еще и выгоняешь знаешь вот сама исправляйся слушайте ну вот это ведь если не типичная то достаточно распространенная реакция ты сама забеременела нас опозорила вот сама иди решай то есть девочек буквально выгоняет из дома если у нас в тюмени может быть вам известны такие места где девочек могут принять и по крайней мере психологически взбодрить поставить нами поставить как на путь истинный кровь ей дать приют ей дать еду но вот наш проект мы в принципе этими занимаемся и вот мы делали тоже праздник для девочки спрашивали что вы получаете от нас нибудь самое главное это поддержку что мы можем выговориться мы можем высказаться и мы начинаем ценить себя то есть да я родила в отношениях где но там был абсолютно абьюз до сейчас я никогда не позволю никакому парню никакому там мужчине оскорблять обижать меня и быть в таких отношениях то есть мы даем большой тыл вот этого психологического роста и вот как мои психологи говорят мы просто долюбливаем этих девочек ну то есть вот 15 лет там девочка я забеременела впитав 14 забеременела в 15 родила ну конечно мы ее больше долюбливаем вот эту девочку 15-летнюю и у нее уже ребенку 8 месяцев скажите о вашем проекте девушки которые сейчас находятся в положении или которые уже стали они у нас в процессе уже родили мы получается ну вот с осени 2000 к вам пришли беременные и вы тогда не родили мы соответственно вот это грудное вскармливание у нас есть специалист который налаживает это грудное вскармливание потом с кем-то мы решаем вопросы пособий то есть я сама иногда пишу эти исковые заявления мы подаем выигрываем и они обеспечиваются хотя бы пособиями так вот ну смотрите когда родители узнают о беременности своей несовершеннолетней дочери ведь какие два первых слова звучат да что прерывать беременность страшно и опасно а ребенка там мы еще не потянем это там лишний рот вот неужели в вашем проекте есть люди которые в такой сложной ситуации жизненного выбора могут подсказать что правильно что неправильно оставлять ребенка сохранять беременность или все-таки прерывать ее неужели кто-то у вас такую ответственность на себя возьмет у нас вот сейчас просто прошел большой прям курс для девушек и у нас были приглашены гинеколог ну то есть очень профессиональный стаж 20 лет и она просто приводила честно статистику прерывание беременности вот 16 лет 1 чаще всего ведет что когда женщина уже в 30 35 хочет забеременеть она не может и причиной когда она года я вот по молодости там в 15 лет сделала чаще всего так это и есть и поэтому здесь мы больше работаем уже если есть возможность родителями этих девочек родители вы тоже на эти занятия приглашаете у нас консультации ведут психологи и то есть работает с девочкой до 15-летней там ее с ее мамой также у нас же есть еще национальный фактор то есть когда девочки из стран востока да там это вообще это позорно и там начинает придумываться схемы что ты роди но мы всем будем говорить что это моя дочь мама допустим говорит я не даже приезжая обживаясь в тюмени то все равно не используют да вы сказали что идут идет у вас работа еще с родителями а насколько сложно или может быть не сложно затащить их в этот проект потому что им то конечно он тоже нужен но ведь люди наверняка до последнего нет 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 все уже нет они они чувствуют бессилие ну то есть ну 40-45 лет родителям да да в чем-то сами еще на и вот это вот бессилие что ну как бы факт уже есть все равно большинство матерей понимает что ну надо сохранить потому что это последствия физиологические да и действительно дочка потом может не иметь ребенка но вот уложить в голове уже вот это вот очень сложно и поэтому чаще всего они не отказываются они с благодарностью принимают и идут в это и но мы можем с ними решить девочки как они попадают в проект они его сами ищут или вы их ищите или к вам приходит информация например женских консультаций у нас партнерство с центром семья идет это первое и попадает информация если к ним то они направляют к нам но сейчас мы столкнулись с очень большой проблемой что не готовы вот женские консультации давать эту информацию это же врачебная тайна да но вот сейчас мы все-таки с центром семья вместе решаем чтобы сделать либо большой такой круглый стол где мы могли бы презентовать проекты и как-то все вместе на общее дело помощь детям работать вместе потому что а вы знаете тоже с высоты вашего опыта там первый совет вот девочка там до 16 лет которая понимает что вот она таком положении оказалась маме боюсь сказать папе еще больше боюсь сказать подружки но подружки что не могут вот у нее какой такой правильный порядок действий должен быть на ваш взгляд но мы снимаем хотя бы тревогу вот с нее должна куда-то позвонить но в наш проект до проект наставничество он у нас еще будет до конца августа поэтому если у кого-то из девочки сейчас такие сложности то мы приглашаем вот слушайте если человек звонит на телефон доверия который у нас достаточно хорошо работает рассказывает о проблеме ей там вас посоветуют вот перенаправят вот сюда вот позвонить еще на сегодня пока потому что опять же из разговоров с родителями с детьми телефон телефон этот они знают но по каким поводам туда звонить и вот почему бы почему бы да потому что такой рекламный ход у проекта неплохой был бы что у папы наши девочки понятно родители понятно папы с горизонта исчезают как чудное мгновение или нет разные есть случае то есть если это действительно такие отношения абьюза да когда было то такие уходят с горизонта очень быстро папы либо это тоже такие же но там девочки 16 ему 18 лет да то есть небольшая разница очень инфантильные то есть уже получает соответственность это нужно заниматься это нужно финансово обеспечивать да понятно пособие но это же небольшая сумма пособий и вот здесь уже такое инфантильность у мальчиков проявляется что девочки уже самыми готовы там больше работать вкладывать чтобы обеспечивать свою маленькую семью несовершеннолетняя мать она же перед лицом закона сама еще дитя какие из этого статуса и и возникают проблемы как вы эти проблемы пытаетесь решить по идее с 16 лет она может получать все пособия наши девочки с 16 лет получают вот одной который 15 лет там можно было оформить это через ее маму родную но семья там приняла решение что все-таки дождется вот ее 16-летие и чтобы уже все пособия там оформили на нее вот одна из целей заявленных вашего проекта это популяризация просвещение несовершеннолетних девушек нравственно духовном воспитании вот как бы примителен к аудитории вашего проекта не поздновато ли уже вот такого рода просвещением заниматься но понятно есть факт да допустим уже ребенок на руках но это же уже меняет у них дальнейшую парадигму но она же будет все равно выходить в мир встречать допустим нового мужчину в своей жизни выходить замуж там рожать еще детей поэтому можно пойти опять с позиции абьюза да а можно уже со своим достоинством что и я достойна меня есть за что уважать это просвещение направлено на то чтобы в будущем такого повторения не было правильно понимаю интенсивное сопровождение это тоже вот заявляется вашем проекте что значит интенсивная но смотрите это по всем направлениям то есть они ходят на психологические консультации каждую неделю у них есть возможность в чате также общаться с психологом это вот про то что я кормить уже не могу но это вот но действительно то есть послеродовая депрессия все я сейчас пойду быстро куплю детскую смесь начну кормить детской смесью постоянно ребенок у меня на руках я уже не могу ну то есть вот то есть интенсивность в чем-то когда ты снимаешь это напряжение с нее потому что она сейчас возьмет его вообще куда-нибудь подбросит этого ребенка у нее сил нет просто уже не моральных не физически никто не помогает она сидит в этой комнатке в общежитии там 13 квадратов в ребенок не плачет и и круглый год и круглые сутки да тоже ну тут кто на мамах мамами является то понимает вообще каком объеме нагрузки идет речь да и тебе 16 лет да допустим когда у тебя у самой все еще там бурли до подружки ходят на дискотеке да поэтому вот в этом интенсивность и потом все другие направления то есть это юридическое сопровождение это ну вот это вот прямо праздничное радостное вот мы сейчас для них сделали такой вот праздник и назвали его день красоты силы и уверенности сколько сейчас девчонок вашем проекте сейчас у нас шесть человек а если возможность допустим еще кого-то пригласим мы готовы еще вот пригласить четырех человек и куда им обращаться ссылка будет на наш проект проект наставничество сайт наставник 72 юля спасибо важное и нужное дело делаете продолжайте сюда спасибо друзья это была программа интервью спасибо вам за внимание и до встречи в эфире